Мне было 12 лет, 11 лет. Я поехал на лето к отцу после учебы в стадо помогать отцу своему. Поехал к нему и он меня отправил. Он был бригадиром, сказал, что отправил еду в другую стадо увез. Приехал, они у нас перекочевали. И вот мое блуждение там началось. Я хотел довезти до конца продукты. Я заблудился буквально на 6 дней. На третий день, наверное, на третий день на меня всегда выходил волк с того берега. И всегда рядом со мной был. Может и хорошо, может и плохо. Но мне казалось, что он у меня оберегал, рядом сходил. Поэтому меня всегда, как вы знаете, спрашивают, откуда волк. Я взял волка своего с питомника. Я стоял в очереди за своим волком, наверное, года. Год целый, наверное. Волк, чем мне нравится, это у него несколько раз чутье у него хорошее. Он очень хорошо чует свою жертву. Очень индивидуальный характер у него. Я охочусь вообще с детства, с 7 лет, хоть даже без ружья, я ходил всегда со своим дядем, с моим отцом. Говорил мне, в следующий раз не пойдешь на охоту со мной, если так постоянно платишь. Когда взрослые разговаривали, я всегда слышал, это все происходило у нас в палатке. Мой отец был бригадиром стада. Я в семье оленевода. И всегда слышал, что едут они скоро на охоту. Мой отец отправляет в братишку. Я всегда уже собирался заранее, чтобы не проспать. Рано вставал и даже, может, и не спал в эти годы, чтобы лишь бы поехать, пойти с ним. У нас охота – это целое событие. Мне нравится сама охота именно. Я бы не сказал, что я хорошо стреляю. Мне сама охота нравится, что когда я подкрадываюсь, сама стратегия охоты мне нравится. И тоже, конечно, сильно не наглею, когда бывает, мне сколько нужно мяса, я столько и заберу. Сейчас создаю благодарительный фонд, поддержку наших спортсменов, независимо от вида спорта. У нас только у всех спортсменов один выходной. Это только воскресенье, поэтому я знаю, насколько тяжело это. Сваток очень много было. В Якутске очень тяжело выступать, когда при своем народе очень ответственно надо подходить к этому. Моя самая проблема была, чтобы лишь бы не заболеть, лишь бы не травнироваться. А так запомнилось слатко у меня в 2011 году здесь, на России. И Джамала Матрустана, ныне сейчас олимпийский чемпион, который не подвел в нашу Российскую Федерацию. У нас была сильная конкуренция с ним. Я благодарен ему, что мы с ними встречались всегда на схватках. Поэтому народу очень понравилась эта схватка в 2011 году. И более-менее это мне запомнилось. Да, и потом после перерыва, двухлетнего перерыва, я снова уже, можно сказать, в третий раз зашел опять в большой спорт. И начал тренироваться ради себя, ради своего народа, чтобы еще радовались наши, чтобы мотивировать наших юных спортсменов. Поехал на Кубок Мира в Лас-Вегасе и встретился чемпионом мира Хасан Рахими. Я уже с ним давно встречался, очень хороший спортсмен. Я его выиграл там, в Кубок Мира. Больше всего мне из-за соревнований нравится Кубок Мира. Почему? Потому что наша вся команда, сплачивается наша братская, братцовская семья. Я все свое время жил спортом, поэтому у меня настолько сердце привыкло к этому, уже требует организм. Даже бывает, я ночью не могу засыпать, потому что хочу физическую нагрузку именно потренироваться, поиграть с теми же нашими юными спортсменами. То ли Дюсша, то ли училище Олимпийского озера. Очень радуется, что у них обоюдная отдача такая. Поэтому тренируясь, вот недавно я тренировался и помогал своему земляку в Тампонском районе. Это Ивана Хлопко, который он сейчас недавно завершил тоже свою карьеру. Свободное время я провожу, как обычные люди, хожу в кино с семьей. Люблю наблюдать, как мои дети растут, как они анализируют мультики, фильмы. Я, конечно, уже привык, что постоянно со мной фотается, мне очень приятно. Я бы тоже, конечно, успотался бы с человеком, который многим добился. Наш народ очень уважительно относится ко всем, очень хорошо подходит, спрашивает. Очень приятно. Хоть я хоть куда захочу поехать, всегда найду я борца. То есть они меня сами найдут даже. Встретят так же и к нам, кто к нам прилетает. Я обязательно всегда сам встречу. Вот так спасибо моему народу, что он всегда был со мной все эти мои годы. Я надеюсь, что будут и дальше наши новые имена, чьи-то дети, чьи-то братья, новые имена. И буду очень счастлив, чтобы они стали чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом России и олимпийскими чемпионами.